Зачем вот этого вот планикена вот так поставили? Я ходил, ходил вокруг него, потом наверное это реклама. А на рынке на этом продают саженцы. Дальше стоит говорить про безголовых покупателей. У нас их осталось примерно четыре. Значит Жостовский, Тодоров, Филиппиев и Сергей Железов, Мэссин. Вот. Причем не на рынке. На рынке остался лучший случай Тодоров. Вот такие дела. Это значит, что рынок захвачен южными саженцами. И вот вам... Я всегда начинаю вебинар с какой-то символической фигуры. Вот, пожалуйста. Дальше понятно. Переехала в деревню два года назад. Владимирская область. Владимирская, это считается Подмосковья, 40 километров в сторону Рязани от Мурома. Цивилизация есть. Почти. Человеков мало. За эти два года в деревне купили 6-7 домов. Некоторые стали ремонтировать, подстраивать. А те, кто брошены и повалены от старости, на них желающих нет. И хозяйка заросшая. Сажать не хочу. Целина уже. Осваивать очень трудно. Нам 60+. Молодежь бы сюда. С головой, руками, желанием с охотой. Значит, не будет. Нужно еще одно поколение минимум. Значит, новое руководство наукой. Вот. Откуда... Сейчас я объясню. Верхушечку, верхушечку. Итак, главная причина, почему мы будем считать уже обречены и выхода нет. И есть только слабая надежда, что появятся в науке новые люди. Они вдруг вспомнят, что сейчас идет вымирание мужского поколения за счет перегрева мужских яичек. У людей, у мужчин, у мальчиков, у юноши, скажем, года все меньше содержания в крови мужских гормонов. Значит, мозги не работают. А видите, тут написано с головой, руками. Руки уже не работают. Желания тоже нет. Вот. Никакого нет. Значит, впереди страшные времена. Почему? Есть Железов, да? Который говорит, что и вдруг однажды, и вдруг однажды такое случится, что кто-то хлопнет, скажет, и вдруг заявит на всю страну. Рискуя потерять должность. Может, министерскую должность даже. Вот. Или наоборот, бой получит добро на самом наверху, чтобы сказать. Мы отказываемся совсем от малого. От отгузников. Вот. Вот. Мы будем долбить, долбить, долбить каждый день. Реклама будет уже антиреклама. Никаких подгузников. Никаких памперсов. Вот. В школе как можно больше двигаться. Как можно больше. Вот. Это самое. Научить детей обыкновенной гигиене. И тогда не нужно будет исподнее белье. Те же трусы. Я про мальчиков только говорю. Речь себе там проще. Вот. Они спасли в эти годы переслойки. Спасли страну. Женщины. И детей уберегли. А в это время мужики спивались миллионами. Вот. Я ничего не выдумал. Спирт рояль. Я придумал. Так вот. Если такое случится. Новое поколение придет. И вернется. И успеть бы. Потому что действительно. Мада бы там в Сибири. Помните? Вот. Из 7 тысяч жителей осталась одна. Остальные уехали. Это в прекрасном месте. На Алтай. Вот. А здесь Владимирсков. В Подмосковье пусто. Пусто. Человеку мало. Это еще раз говорю. Самая главная причина. Панкерса. Которая убивает мужчин на корню. Вот. Про Фейда забыли. Вот. И как его тогда прокляли в советские времена. А зачем нам чужели эти гении? У нас сой хватает. И эти гении не знают, что это. Перегретые яички. Это смерть мужчине как мужчины. Остается слабый мужчина. Или гей. Вот. Вы бы хотели иметь мальчиков геев. А будете иметь. А они. Часть из них трудом народит детей. Родит. А эти дети уже будут вещи. Уже точно геи. Вот. Как говорил это. Помню. Ну пусть это единичный случай. Пожилая в Англии говорит. Да. Там особенность такая. Женщины некрасивые. Мужики красавцы. Но сплошь идеи. Это уже сейчас. К нам это. Они раньше у нас пришли к этому. К. 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 К памперсам. А мы быстро догоняем. Нет бы это. Так. Короче. Поэтому. А с вами трудно. Молодежь бы сюда. Молодежи не будет. Нужно целое поколение ждать теперь. Мало того. Вымирание продолжается. Почему я это говорю. А вдруг. А вдруг. А вдруг. Потом я приведу один пример. Но пониже. Вдруг все-таки что-то дойдет до этих. Вот. Они уже с памперсами выросли большинство. Поэтому. И уже вот это поколение. Руководители среднего взгляда. Даже плата министров. Которых молодежь ставят. Они уже это. Они уже все. Вот. Они памперсники. Идем дальше. Теперь. Часть образа жизни. Это не только. Это самое. Отказ от памперсов. Отказ от нижнего белья. От тех же трусов. Во время сна. Во время. Это. Еще и. Продолжение таким. Образ жизни. Понимаете. Можно. Черное лежать на диване. С телефоном. Что сейчас делают миллионы. Детей. Знаете. Вот. Погубили практически. В целое поколение. Погубили. В смысле. Мужчин. Так вот. Я. Вот это вот. Когда-то. Когда-то. Много-много лет назад. Это я. Как сфотографировал. Сказать. С экрана. А что я тогда писал. Школы. Верните смысл в биологию. Огромный набор. Ненужных знаний. Из тысяч. Непереводимых терминов. А. Людей. Дурят. Дурят. И дурят. Еще раз показать. Это самое. Вот. А людей. Вы понимаете. Что. Мне не хочется жить. С вами дураков. Вспомните. Это знаменитый артист. Который у нас тренинг. Как же его. Как же его. Так. Трикова. Да. Простанов. Это. В стране. Гениев. А не дураков. Вот. А гений очень быстро. Если только. Яички. Снова. Обернуться. В прохладу. Как оно должно быть. В год жизни. В два года жизни. Три. Это. И взрослые люди. И тридцать. И пятьдесят лет. Вот. Гений сами. Откуда они вот здесь появятся. Вот. Почему. А это зависит. Только от количества этих. Содержания. Концентрация. Мужских. Этих самых. Половых армонов. Мужские. Подсеркиваю. Вот. Поэтому. Если мы вернем. Людей еще и. Постепенно. Обратно на землю. Сейчас бы. Законодательно. Прекратить. Устройку. Этих. Гигантских. Высотных зданий. Они все превращают. Они же все будут. Очень скоро будут. Этими. Смертельными ловушками. На земле. Легче выжить. Поогреб свой. С картошкой. Поняли? Со своей картошкой. Дальше подрожать. Я не надо. Вот. Так вот. Эта часть. Огромной схемы. Если когда-то. Где-то. Уже собирались. Ну никто. На самом высоком уровне. Так про это. Что я говорю. И не сказал. Как можно поднять. Эту. Враждаемость. Это серьезный вопрос. У нас сейчас идет уменьшение. Быстро и быстро. И то. При том. Что мусульман все больше и больше. Идет оккупация всех пригородов Москвы. Знаете. Слово оккупации. Скоро. Уже прямо. А оттуда начнется уже бегство русских. Куда? Ну хорошо. На Алтай. Вот. А то вообще никуда. Итак. Значит. Смотрим. Что такое дурить людей. Чуть ближе к практике. Сейчас поймете. Что это все не пустые слова. И не это. Не сотрясение воздуха. Вот. Я же так что. Брал. Вот эти вот. Фотографии показывал. Это старый фильм. Ну попалась мне. Вот эта фотография. Для какого-то дела была снята. Вот видите. Вот это все нарисовано. И тогда. Я дальше продолжаю. Вот. Школьная программа. Делали дураки или лорчилы. Ну. Вы это. Повторюсь извините. Дальше пойдет. Близый тел. Здесь такое выражение. Близый тел. А сейчас пока слушайте. Что я хочу сказать. Значит. Когда. Появился одиннадцатый класс. Его быстренько заполнили чем? Университетская программа. И дети получили материал. Недоступный пониманию. И даже запоминанию. То есть любой человек. Включая взрослых. Я проверял. Вот я не могу. Кто-то меня услышит. Я не могу сослаться на компьютерных людей. Все чувствуют себя дураками. Настолько сложная программа. Что все дети и взрослые. Чувствуют себя дураками. Из них сделали дураком. Вот. А уж что такое эгэ. Это уже страшно говорить. Вот. И тогда я перевожу на простые примеры. Почему? Вот. Все, что я сказал. А я надеюсь, что когда-то это изменится. Как? Смотрите. Вот. Сколько я говорю? Тринадцать. Двенадцать минут. И тогда получается ради вот этого постулата. Постулат зеленого. Вот. Это законы природы. Но в моем, как сказать, в моей интерпретации. Законы природы. Не вот это вот нарисовали, покупайте, и у вас будет столько в плодах. Нет. Не так. Внимание. Когда-то это будут проходить в школьнике. Даже не в университете. Потому что все поступят, они вообще-то уже должны знать. Внимание. Не может дерево дать плодов больше, чем производит фотосинтез площади листьев. Не площадь, а площади листьев. Площади. 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 Ай. Сейчас. А почему я именно сейчас? Вот здесь уже точно сейчас объясню. Это в будущей книге. Площади листьев. Вот. То есть, все зависит от площади листьев. В один год это может быть. На второй год что? Вы же поняли. Пустота. В среднем. Вот. Кукиш показывает. Не вам, а интриум. Кто это проповедует. В среднем. Кукиш. Я взял вот эту фотографию. Их там, в общем, не так много. Вот. Ну, может быть, полсотни, сотни настоящих колдовидных. Вот. Я выбрал вот эту, почему. Ее используют. Это просто пример. Вы видите, что на ней есть очень мало. А яблок очень много. А на соседних листьев много, а яблок нет. Вот. А здесь что получается? Ну, их все равно не так много. 10-15, да. Это ради этого дерева держать не стоит. Это еще помидор бы можно. А яблоко не стоит из этого держать. Она требует огромных расходов. Вот эта милая ябленька требует огромных расходов. Если все сложить до кучи всех специалистов, кто учит с ней, это, чуть не сказал, воевать, якобы ухаживать, а это яблочко даже в 10 раз превозойдет цену рыночную. То есть, если рыночная цена будет 200 рублей, то считайте на несколько лет, включая стоимость самой этой яблони, которая никогда вам не даст даже вот этого урожая, вот это вот, это вот. 10-15 яблок. Даже этого никогда вам не даст. Это я уже разговариваю. Вот. Это исключительный случай. А теперь все понятно, да. И листьев почти нет. И это значит, в следующий год она будет пустая. Пустая. Если одно яблоко, это повезло. А почему справа и слева они без этих, без яблок? Два варианта. Ну, один, скорее всего, и от плодоносили. Или еще будут плодоносить. Но теперь поделите на три этот урожай. И теперь уже будет не 12 яблочек, а поделите на три. Четыре в среднем яблочках. Вот. А цена все та же. Тысяча рублей. Ну, вспоминаем, полмагазина закупить надо. Вот. Вот это все надо было бы проходить в школе. Теперь идем дальше. Сам принцип вы поняли. Листья определяют. В один год нет. Здесь надо было бы добавить еще вторую фрагу. Или удлинить фотосинус в площади листьев за несколько лет. Вот. Посмотрели. Это еще, я уже не удержал, раз перешел на эту. Это же продолжается. На рынках опять полно этих поголовинных ябл. И ведь они настоящие. Понимаете, что? Они настоящие. То, что в Сибири они не дадут выражаю это сто процентов. Вот. Я когда-то, это тоже старое-старое. Ну, я же много лет моюю. Когда-то я тоже сфотографировал. Что я увидел, когда я сфотографировал? Вот. Значит. Какое-то, слово вставьте сами, придумал, что нижние скелетные ветки не плодоносят. И что он делал? Вот смотрите. Они все со страшными ранами и вон, и вон сколько ран. Голое. А ведь, фактически, смотрите. Яблонька, которая справа, вот она, повторяюсь. Я нашел ее. Она нет. Я нашел ее. Вот она. Вот она целиком. Можно яблоки посчитать. Посмотрите вот на эту соседнюю яблони. Вот. Зачем я метровый штамп, если у него всего раз, два, три, четыре, пять яблок? Это еще повезло. Так. А если бы они с самого низа были бы ветки, ну, хотя бы было бы десять яблок. Пятнадцать. Вот. А теперь смотрим дальше. Вот там еще два яблочка торчат. А вот там справа пустые, 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 пустые. Одно яблочко, еще одно. Разделите теперь на все деревья. Опять три-четыре яблочка в среднем на дерево. А здесь же целый сад. В общем, вы поняли, что такое листья, которые не дадут это самое фотосинтеза, не производят с помощью фотосинтеза полезное вещество, начиная с глюкозы. Вот эти яблочки, они все это основано на глюкозе. Нет глюкозы, нет яблок. Или вы их есть не будете, плеваться будете. Вот. Если есть, но мало. И так все упирается в эти листья, в площадь листья. Все. Вот. Это я пока говорю, потому что вы должны знать, что в скорую, это исключаем вариант, голый штамп искалеченный. Ну как можно, она и так бедная, метр-полтора метра, как метр с кепкой. Зачем еще половину веток-то отрезать? Вот эта болезнь, отрезание половины веток, она преследует все страны СНГ, СНГ, нет. СНГ. Ну как правильно? Все страны. Почему? Везде и всюду принято делать штамп искусственный. Почему? Как казалось бы, без этого штампа это уже не полноценное дерево. На самом деле, это дерево опасное, вредное. Значит, все это я говорил, только когда мне навеяло, вот это вот, ну поделите на три дерева. Вот. Три дерева, одно плоскость. Из-за этого возиться, тысяча рублей будет стоить килограмм яблок, тысячи. Кто не верит, тот спокойно, нужно десяток статей прочитать, сколько все закупить. Вот, откройте телеканал «Усадьба». Вот, итак. Вот этот постулат должен перейти в учебники. Вот. А вы уже сами можете уже это продолжать. Не покупать, не верить. Вот. И с этим невежеством воевать. Еще одна, я уже не держусь. Брат меня критикует, потому что я много говорю против, а надо говорить как надо. Но это тоже часик. У меня же надо доказать, что этого не надо делать. И попутно сказать, что надо. Ну-ка, где он у меня? Где он у меня? Так, 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 так. Я, может быть, поверите мне на слово. Смотрите. Что я хотел бы показать. Вот это вот фотография так называемого малинового дерева. Вот. Может, в другой раз покажу. То есть, если я сейчас найду это малиновое дерево, просто наберу в Яндексе, вот, и там окажется, что несколько сотен сайтов присвоили именно эту фотографию. Почему именно эту? Есть что-то похожее на дерево. На самом деле, это также двухлетний штаб и дальше смерть. Вот. А мальчиков сотни, 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 сотни. Им нужно продать малину. Но продать в виде дерева. Вот. Вот этот момент я вас учил. Нажимайте. Может быть, в самом конце я вернусь к этой. Вот. Просто вы уже знаете, как я это показываю, как надо спасаться. Казахстан, северо-казахстанская область, город Петропавловск, улица Одноречная, Ахмедхузен Сергей, возле Ахматовича. Сейчас мы к нему подойдем. Так, ой, подождите. Знаете, что? Эту тему до следующего раза оставлю. Вот. Его письмо. Ладно. Пока, извини, Сергей, чуть позже. Значит, вот это вот ко мне приезжало телевидение. Ну, я рассказывал, что огромный материал. Так и не был показан ни по одному центральному каналу. Там кусочек по Красноярскому или там по Кемеровскому. Вот. Все это пропало зря. И все, что я вам, все, что хотел вам показать, я догадываюсь, почему. Потому что это все черпом появится в той рекламе. Понимаете? Вот. Ну, возьмите в той рекламе. Я показывал. Огромная яма. Метр на метр. Рядом мешки и мешки. Рядом ведра. Рядом тачки. Все это надо туда засыпать. И целый человек. Час всех одну яму готовит посадочную. Здесь это продолжалось принципиально пока. А, естественно, без всех этих добавок, которые покупать-то не надо. Вот. Значит, за полминуты тут рядом 5-6 метров горка с этой землей. Телескотную высыпал я. Быстренько. Вот, видите, за нашей спиной. То есть за нашим тем, за моим левым боком растет. Это была середина лета. Вот. Ну, тем не менее, показать надо было всей стране. Как мы надеялись. Вот. Я быстро выкопал горшок. Из него вытащили эту самую. Вот ямуху сегодня выкопали, посадили. Заняло это несколько... На полминуты. Это вместо часовой посадки, вместо огромных затрат, покупки всего-всего-всего-всего-всего-всего. Вот. Это было, но, к сожалению, не увидели. А что вы увидели? Вот это три года назад. Вот. На эту цифру не смотрите. Это я недавно с экрана снимал. Вот. Я три года назад, два с половиной, я взял эту телеску, высыпал. Опять такую же кучку, вот такую. Вот так же. Вот. Это сам себе садил. Выкопал маленькую ямку. Посадил вот эту вот саженец. Это академик. Прошло двадцать с половиной года. Принимайте работу. Вот. Значит, кроме посадки не поливал никогда. Кроме посадки. Ну, то есть, кроме посадки я вылился. Вот лейка, видите. Вот. Больше никогда. Расшла, как на грибах, как на дрожжах. Была уже на метр выше. Пришлось ее укорачивать. Знаете, почему? А потому что прививки прям в эти... В эти вставлял, как это называется, скелетные прививки. Третий этаж. Поэтому она чуть стала короче. А то вообще была за три метра, за два с половиной года. Вот это и есть посадка поляризован. Вот это с холма-то. Вот. И все это отрицает. Вот это еще по-нашему. А те, где огромные ямы, причем на канале усадьба. Ну, представляете, ну как мне людей жалко. Латопа не нужны были. Вот они не понимают. Знаете, вот эти специалисты. Что такое микро-миллиграмма? Если натолкают туда несколько лаграм железа. Понимаете, нужны миллиграммы. Что там за почва будет, когда железо окисляется? Ну, догадайтесь уже. Железо окисляется. Какая будет почва? Ну, вы все проходили в физику, химию. Идем дальше. Значит. Плодовое саженце. Как просадить? Я когда увидел вот это чудо, у меня чуть инфаркт. Сколько можно-то, ну? Людей так гробить, калечить вместе с их садами. И потом начинается опрыскивание, потому что саженец начнет глить. И тогда я решил сюда перейти. Смотрите. Отдельно как бы сюжет сделать. Вот. Смотрите. Вот это же самое. Вот это же самое. Мы начнем отсюда. Вот это милая девушка. Смотрите внимательно. Видите? Как спасти сливу, тля атакует. Создаю преграду для муравьев. Самая ценная вещь на свете, самое главное, муравьи. За ними муравьи, тут все остальное. Черви и муравьи, это самые ценные в саду. Теперь, вот представьте себе, что дальше будет большой труд. Вот прямо, вот надо избавиться от защитников. Ну, это что, армия, которая вас защищает, разоружить ее, мало того, вытравить всю. Вот. Эту армию, я имею в виду людей. Вот. Почему? Потому что это... Ой, прошу прощения. Прошу прощения. Алло, алло, у меня вебинар, я не могу говорить. Алло. А что за срочность? Так, ну ладно, сейчас перечислю. Ага, хорошо. Все, я понял. Я понял, в чем дело. Все, дальше можете не говорить, я только услышал. Ага, сейчас. Так, друзья. Вы уже знаете, с чем я занимаюсь. Благотворительностью занимаюсь. Чуть ниже я даже покажу фотографию девушки беременной, ради которой сейчас еще буду деньги высылать. Вот. Я поправлюсь перед вами, что я взял, прервал лекцию. Ну, хорошее блуждение. К주. Ки-ки. 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 все вы даже чуть ниже увидите ради чего все это делается почему удалось нужно было прорваться и вот человек взялся учить нас это абсолютно невежественный человек из тех из тех которые в школу кончали смотрите я сейчас несколько полезну увидели да вот теперь она будет учить нас как уничтожить муравьев главных защитников спасителей сада видели а почему продать надо продать продать вот а вы купите и уничтожайте сад а сейчас знаете что я сразу приколюсь вот посмотрите пока на эту фотографию вот на эту милую девушку посмотрите вы не видите я вам чуть позже скажу тех кто не понял о чем речь идет а ученые ученые слова знают какие как она нас увидели учителям это она меня мужика который это потомственный садовод я не каждый раз говорю да 40 профессиональный стак 40 лет плюс я еще и потомственный садовод и она меня учит идем дальше вот она теперь посыпаю теперь что будет дальше муравьи на стопе занесут муравейник и матка погибла нет матки муравейник и так нужно продать это и плевать на все вот если ей сказать что она вредитель ее тысячи человек послушать сотни из них пойдут купят выбросят деньги погубят муравьев без муравьев деревья будут жрать все кому не лень защитников то нет и друг я все это скажу допустим я скажу вот берем президент академии наук а он за железом повторит учительница в сельской школе я учился да учительница я вынужден подробно говорить почему откуда я такой взялся чуть не сказал умный первом классе я учился сельская школа нас очень мало один ряд первый класс второй раз второй ряд третий класс сидя за партой первоклассников я успел какой это обучиться догадались кроме записания как короба писал так и пишу я перешел во второй класс рядом сидел второй ряд обычно изба деревянская второй ряд сидел четвертый класс и так далее и я с тех пор и до сих пор успел узнать самое главное в моей жизни вот запомнил на всю жизнь мне избирательная память это значит что муравей как мне объяснила больно-невольная учительница муравейник за свою жизнь уничтожает сотни тысяч насекомых повторяю сотни тысяч насекомых сотни тысяч насекомых ты чё с ума сошла тебе продать надо а если взять тебя девушку эту милую такую и сказать ей вот позвонил тебе не я ты не можешь не верить подумаешь там все все ребята подумаешь у меня в саду и нет а муравей есть но допустим тебя президент академии наук позвонит скажет прекратите эту агитацию это все смертельно но не позвонит они далеки от этого все ну допустим что ты будешь делать тебе же порошок продать надо вот и каком-то окажется ситуации идем дальше вот она вот а вот и муравей при пол сладкой жрет и умрет а пока не умрет залезет муравейник убивать всех и вот она учит вот опять указательный палец как надо работать вот так теперь она оборачивать клейкой лентой вы видите какой ленты под этой ленты нет все чертовой матери для чего она ее чтобы муравей на ней не наступит и заставил клип а она-то думает что у нее ленты двух сторон клейка с двух сторон и тогда под ней сгнёт хора она и это чё она потом не будет максимум времени раз через месяц посмотреть как дерево подойдет справа от нее от его рук видите она уже здесь успела нагадить посмотрю вот здесь вот здесь уже у нее обрезка причем небрежная вот это кольцо тут почти на кольцо пенечка старого вот изувечивая дерево извеченное дерево конечно она будет все в тле и сейчас она эту ветку губит почему клейкой лентой нельзя ни в коем случае вот спасла называется от муравьев еще не все теперь сверху и этого мало не могу я ну что за люди вот как старается боже мой серебряники заработать и вот наконец опять показываю эту фотографию вы ничего не видите нет вот она когда калечила дерево у нее дерево начало умирать вы видите что напал ее на мертвую вот они ветки мертвые я не слепой вот еще цветет ветка а вот эта мертва это уже мертва и вот она теперь дерево изувеченное ею или тем-то другим она только выкоблучивается то есть играют роль артиста вот по уничтожению муравьев вот и не понимает что дерево то надо спасать уже от нее и от муравьев она умирает дерево зачем она берется спасать дерево умирающие ты же его не спасла а до этого а почему она у тебя полумертва а ты до этого что делала резала а ты показала молодой светущее дерево который ты защитил от муравьев не покажешь они махом умирают только от муравьев избавишься все вот это пожалуйста вот брат я не удержался дальше будет пропасть пойдем по другому все далее вот это слово как правильно посадить не бесит главное как правильно уничтожить вот тогда бы да вот этот бы человек написал как правильно уничтожить и так же как я бы порассказал о том почему она умрет нет ведь он не знает это теперь следующая тема вот это мои гости вот это называется дегустация они приехали кстати если обратить внимание если выражаемое высоту посмотрите вот эту левый нижний угол посмотрите видите я был моим саду урожай не было идем дальше это значит что не пустые слова что я произношу наверное это получается если я не боюсь муравьями мне откуда бы это тоже взялся ты его не должно быть и гости это лучшие сотрудники университета вот где еще есть дегустацию плана питомника это опять был фильм опять я снял с экрана для чего вот смотрите дальше учеба вопросы вы звоните в любой этот самый любой этот самый я бы тут хотел но не удержался удержался не стал показывать опять этот этот самый фальшивый как мошеннический сайт которых моя фотография помните академика и там было еще все остальное и колонавитные яблони и все-все-все якобы их не хотя эти сайте самые фотографии забиты интернете так вот я всем предлагаю пожалуйста прежде чем а и вот мне же сколько уже людей я уже выписала вот одна из вас вот мне так обидно конечно я не могу фамилию говорить но уж не обидитесь я всего инкогнито как вы сказали не могу я отказаться уже все я уже у них заказала это одно из самых мошеннических сайтов вы с ума сошли но я уже заказала не имею морально права отказаться но ведь выбросите деньги почему и тогда я придумал для нее давайте говорю я вы будете делать так еще не поздно посылка еще вам не пришла вы что должны делать позвонить телефон святое без этого заказа бы не было и вы задайте вопрос первого просто у вас есть матовичный сад ну ответ ясно какой будь есть тогда второй вопрос почему якобы ваши фото из интернета якобы вот ну доказать что это их фото она обычно жители на связи врать научили вот тоже можно сказать нет это наше фото вот тогда следующий вопрос можно увидеть увидеть сад если осень попробовать плоды я ведь не болтаю согласитесь если осень попробовать плоды тогда естественно вам скажут нельзя тогда вы говорите я живу от вас 10 километров соврать то можно так же надо стоить же обязательно надо сесть я живу 10 километров я приеду на своей машине и с тазиками ведра сами кого выкопать саженцы уже понятно туда соврать нельзя потому что высылать высылает а сад это нет и питомника как правило нет ну нету еще там стоят они умирают где-то это магазине вот это вот я уже когда с той женщиной поговорю я убедился что она невероятно порядочно она считает что она не имеет право отказаться от этого в ответ она не имеет права обманывать ну как обманывать просто отказаться от заказа вот это я ходил и Продолжение следует...